Добрый день, дорогие друзья! Давайте же разберемся, кто или что такое коралл. Кораллы бывают разных форм и цветов, от кораллов-мозговиков до кораллов, похожие на огромные морские вееры. Долгие годы для ученых было загадкой, кому же относятся кораллы – к растениям или к животным. В 1827 году исследователь из Франции Пейсонель доказал, что кораллы – это животные, родственники медуз. У коралловых полипов имеется рот, который находится между щупальцами. В кишечной полости располагаются реснички, которые создают водный ток. При помощи этого в организм поступает кислород, еда и выходят отходы. Питаются полипы мелкими планктонными организмами или вступают в взаимовыгодные отношения с водорослями-зооксантеллами. Эти водоросли обеспечивают кораллам еду и цвет. Именно благодаря им они имеют такую яркую окраску. А зооксантеллы, в свою очередь, получают от кораллов дом и такие питательные вещества, как фосфор, азот и углерод. Теперь у нас с вами не возникает сомнений, что коралловые полипы – это не растения, а самые настоящие животные. Обитают они от южных до северных широт. Большое скопление коралловых полипов называются коралловые рифы. Это древние естественные сообщества. Новые полипы строят свой скелет поверх отмерших кораллов. Итак, год за годом образуются целые острова. Если тропические леса – это легкие планеты, то коралловые рифы – это морские тропические леса. Самые крупные коралловые рифы образуются в теплых водах, куда проникает достаточное количество солнечного света. Коралловые рифы – это наиболее продуктивная и разнообразная экосистема на Земле. Здесь живет, питается и размножается огромное количество видов живых организмов – растений, рыб и беспозвоночных. Для человека коралловые рифы играют также важную роль. Некоторые виды кораллов используют в качестве лекарств, а также делают из них украшения и сувениры. Украшения из кораллов выглядят очень интересно и необычно. Но давайте оставим эти морские драгоценности в море. Мы же предлагаем сделать вам украшения для себя, мамы или бабушки, при помощи всего-навсего соленого теста и вашей фантазии. Для соленого теста нам понадобится соль, вода, крахмал, мука, декоративная проволока – можно использовать леску или нитку – и ленточки для украшения. Добавляем соль в воду. И размешиваем. До растворения соли. Высыпаем крахмал с мукой. И заливаем туда соленую воду. Все тщательно перемешиваем. Получается такое густое тесто, из которого дальше мы с вами можем вылепить бусины разных размеров. Ваши заготовки затвердеют в течение дня, но не забудьте сделать в них отверстие для нити при помощи зубочистки. Бусы можете раскрасить акриловой краской для того, чтобы не спачкать одежду и украсить лентами. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok